Мастер перевоплощений, известный и знаменитый актер театра и кино, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин! Первое стихотворение, это стихотворение Сергея Александровича Есенина написанное в 14-м году, перед войной практически, для императрицы. Вы знаете, оно кончается словами «любить». Меня к этой профессии, актерской профессии, наверное, подвигла все-таки любовь. Я родился в Екатеринбурге, теперь тогда в Свердловске. Был таким отчаянным свердловским пацаном. Любил просторы уральские, свободу уличную, друзей. Все было в моей жизни, и веселились мы, гуляли, и были такие пацанские выяснения, отношения. Это было правильно. Я не завидую современной молодежи, хотя есть очень много интересного и сейчас, но компьютер сейчас, вот все эти игры отнимает очень много времени у ребят. А тогда мы были от этого свободны. Стихия улицы, стихия подростковая, как говорится, доказать, кто самый главный, кто самый сильный. И мы доказывали, что мы самые главные в Свердловске, самые сильные. И меня в какой-то момент настигла любовь, отчаянная, сумасшедшая. Я учился в Свердловском радиотехникуме. У меня была специальность, модная тогда, очень важная специальность. И вот сидящие здесь моряки знают, что такое гироскоп. Гироскоп, он везде, и в море, и в небе он гироскоп. Вот я учился на отделении гироскопические приборы. И мы должны были делать для кораблей и для самолетов вот эти самые гирокомпасы. Я не могу сказать, что мне очень нравилось вот это техническое. Я как-то вот не находил себя в этом. И учился, ну так, ну способный был, видимо, парень. Ну, соберусь, получу какие-то оценки. А так, в общем, болтался с друзьями больше там где-то. И вдруг в радиотехникуме у нас, а это был радиотехникум Свердловский, и вдруг там создали театральный коллектив. А я пел. Пел в эстрадном небольшом оркестрике, радиотехникум, и там голос был приятный у меня. И я пел на вечерах на студенческих песнях. Меня заметила руководитель этого театрального коллектива. И пригласила спектакль, который она решила поставить вот у нас в радиотехникуме. Назывался он «Маленькая студентка». А я пел пение. Люблю я рассветы. Кто вот помнит это прекрасные песни фильма. Люблю я рассветы, рассветы над Прагой, И первых трамваев веселый маршрут. Вот эту песню я пел в оркестрике. И меня увидели. Предложили участвовать в спектакле. Играть главную роль. А я был такой вот Гостюха и Гостюха. Гостюхи меня звали Гостюха. И в радиотехникуме я был такой, ну, как сейчас говорят, центровой парень. Я занимался в то время боксом. Хорошо очень работал. Естественно, меня видели. Меня затягивали в разные компании, как ударную силу. И Ленина 5 у нас такая в Свердловске, там есть улица Ленина 5, дом. Мы вот там собирались, так и назывались мы Ленина 5. И мы в городе очень... А у нас были спортсмены. Борцы, боксеры. Такие ребята очень крепкие, очень спаянные. Мы как-то в Свердловске стали главными. Вот я был такой Гостюха. И тут, значит, мне говорят, давай попробуй. Я пришел туда на репетицию. Попробовал. И вот, вы понимаете, ну, я себя очень уважал. Я такой был. А тут у меня из 10 букв 4 не выговаривается. Я потею, краснею. Что-то у меня... Ну, в таком я был в несколько униженном состоянии. У меня ничего не получалось. И я решил, что нафиг мне это нужно. Я с этих репетиций сбежал. Но руководительница была настойчивый человек. Она директору радиотехникума сказала, если Гостюхин меня не будет, то спектакля не будет. Он вызвал меня и сказал, если не будешь ходить на репетиции, я лишу тебя стипендий. Что было делать? 25 рублей тогда это были хорошие деньги для пацана. Поэтому пришлось мне приходить на эти репетиции. Мучительно, мучительно просто работать с этим текстом, выговаривать. Но произошел такой момент. Я влюбился. В спектакле «Маленькая студентка» там история такая, там, любовная история. А партнершей моей была такая очаровательная девушка. Очень милая, очень симпатичная, очень интеллигентная. А я такой вот пацан. И я влюбился. И я понял, что мне надо, она моя партнерша, и что мне надо что-то делать, чтобы ей понравиться. Чтобы я как-то на ее уровень встал. И я начал ночами. Я не спал ночью. Я с этим текстом, я его жевал, мучил. Я пытался что-то там найти для себя. И в конце концов у меня стало получаться. Между нами начал происходить такой чисто театральный контакт. А мы играли такую любовную историю. Я ей был абсолютно безразличен. Она такая утонченная. А я такой, ну вот, пацан, короче говоря. Она интеллигентнейшая. Я, к сожалению, в то время, хотя родители у меня очень интеллигентные люди, но я вот был тогда, я в себе держал такой уровень пацана крепкого. Меня действительно уважали и побаивались в радиотехникуме. И у меня стало что-то получаться. Вот стало получаться. Мне стало это интересно. Мне стало это нравиться. А в финале нашего спектакля происходила такая вещь. Все кончалось замечательно. Оканчивалась история замечательно. И режиссер нас поставила в позицию поцелуя. Что мы должны целоваться. Ей это было, ну, никак. Неинтересно. А для меня это была главная сцена в спектакле. Вот мы играли этот спектакль. Ей деваться некуда было. Поэтому я ждал этого момента. И вся моя история. Я понял, что такое сверхзадача по Станиславскому тогда. Сверхзадача это вот для меня этот поцелуй. Я впивался губами в эти сладкие для меня губы. Она вырывалась, потому что ей это абсолютно было не нужно. Ей это не нравилось. Но ничего не поделаешь. Таковы были условия спектакля. И мне это понравилось. Когда мы играли перед студентами спектакль, я гнал весь спектакль к этой сцене, впивался в нее губами, занавес закрывался. Я ее не выпускал. Она пыталась выдержать, я ее не отпускал, потому что в зале стояли оглушительные аплодисменты. Занавес открывался, а я ее держу еще в этом поцелуе. Я наслаждался этим моментом. Я понял, что это прекрасная профессия актерская. Руководительница поставила со мной два спектакля, где я играл главные роли. Она мне посоветовала поступать в театральный институт. Я бросил радиотехникум к ужасу своих родителей. Ушел в вечернюю школу. Поступил на Свердловский центральный стадион электриком. Учился, работал. Даже год проработал главным энергетиком в этой должности. Я был начальником электроцеха. Мне было 19 лет. У меня было в подчинении 5 человек. Я провел единственный первый чемпионат мира по конькам в Екатеринбурге. В Свердловске тогда. В этой должности. И поступил в ГИТИС. И вот с тех пор живу и существую в этой сложной, очень коварной, очень непредсказуемой профессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...